Актуально Азии. Жизнь этого великого угодника Божьего. Мы видим его с самых юных лет, что это родившийся великий светильник Божий. Еще с самого младенца, когда он только родился, он три часа простоял в купеле святого крещения в честь святой Троицы. Вся жизнь с самого младенчества этого святителя была посвящена Богу. Он посещал богослужения, молился, пел, читал, был послушным, рос ребенком в семье. Любя Господа Бога, он посвятил всю свою жизнь на служение Богу. Своим дядей он был рукоположен в отчеца и постепенно сам священство. Став священником, он был и остался таким же ревностным служителем Бога. Когда упокоился в мирах ликийских епископ и наступило время избрания нового епископа, то промыслом Божиим сам Господь и Царица Небесная избирает на это служение этого великого угодника Божьего. Святитель Николай имеет очень много титлов. Во-первых, он святитель. Это архиерей, служитель Божий. Второе, он угодник Божий. Это говорит о том, что всю свою жизнь он посвятил и угождал именно служению Божию. Он является великим заступником, покровителем и чудотворцем. И вот как раз слово чудотворец – это именно то служение, которое он посвятил народу Божьему. Он очень много людей спас при различных жизненных и семейных обстоятельствах. Люди в разное время, в разных обстоятельствах просили помощи святителя и чудотворца Николая. И получали это великое заступничество, эту помощь и покров святителя и чудотворца Николая. Мы знаем, что он спас одну семью, трех дев, которые хотели послужить себя на служение бесчестия. Мы знаем, что он спас корабль, который плыл по морям и был спасен от нападения Бесовского. Мы знаем, что он спас трех мужей, которые были обречены на погибель и на смерть. И не только при жизни, но и по смерти святитель и чудотворец Николай помогает всем, кто обращается с молитвой к его помощи. То есть в нашей не только Святой Руси, но и во всем мире очень много храмов, которые посвящены именно этому великому угоднику Божьему. Которому молятся не только христиане, но и те все даже люди, которые имеют упование и надежду и верят, что святитель Николай поможет им, в какой бы ситуации они ни находились, если попросят, и он услышит их молитвы. Празднуя память этого великого угодника Божьего в нашем свято-николаевском храме, на это богослужение пребывает наш правящий архиерей, высокопреосвященнейший Константин, архиепископ Курганский и Шадринский. Мы всех христиан, всех жителей Богоспасаемого города Шадринска поздравляем с этим великим христианским праздником святителя, чудотворца Николая. Желаем всем помощи и заступничества этого великого угодника Божьего. Также всех приглашаем на богослужение, которое состоится 19 декабря, празднуем события, и в 9 часов утра в нашем храме будет совершена архиерейская служба. С праздником всех!